Приветствую вас на канале Denzel Tools. Здесь мы тестируем и обозреваем наш инструмент, проводим прямые эфиры, а также реализуем DIY проект. Если вы вдруг еще не подписаны на наш канал, то сделайте это и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В DIY мастерской мы уже реставрировали стул, мы делали различные журнальные столики и теперь пришло время для полноценного стола, который можно поставить в беседку, на кухне, либо в гостиной. Здесь у нас представлен инструмент, который понадобится для реализации проекта, а также материал. Это уголки, саморезы и фанера. Для столешницы мы будем использовать 16-миллиметровую фанеру, для подстолья 10-миллиметровую. Все будет предельно просто и понятно, но в процессе мы также будем давать комментарии. Погнали! Итак, высота подстолья будет 76, ширину мы выбираем 85. Итак, подстолья мы разметили. Сейчас отставим его в сторонку, а затем раскроим циркуляркой. Столешницу мы будем делать диаметром 100 сантиметров. Для того, чтобы соединить эти две части подстолья между собой, мы сейчас разметим пропил. Его толщина будет 10 миллиметров, равная толщине нашей фанеры. И от 40 до 2,5 отступаем по 5 миллиметров. Поскольку столешница у нас будет круглой, нам нужно ее правильно разметить. Для этого мы определим центр нашей детали, вкрутим туда саморез и с помощью веревки разметим нашу окружность. Радиус будет 50 сантиметров. Диаметр, соответственно, в два раза больше. 100 сантиметров будет диаметр нашей столешницы. На поверхность фанеры мы наклеили малярный скотч для того, чтобы было меньше задиров. И это сэкономит время на последующей обработке. Наша круглая столешница готова, и даже голова идет кругом после такой шикарной работы. Но хочется сразу отметить, наверное, что я не идеал. И все мои диайвайы, наверное, больше похожи на кошмар перфекциониста, нежели на что-то эталонное. Но, тем не менее, это еще не финал. Столешницу мы вырезали. Сейчас мы обработаем край, чтобы убрать угловатость и придать им более округлую форму. Для этого используем шлюпмашинку, пылесос и, соответственно, средства индивидуальной защиты. Погнали! Мы прошлись по краю, скруглили все углы, результатом я доволен. И теперь перехожу к шлифовке поверхности будущего стола. Мы ошлифовали наши детали и переходим к сборке. Начнем с подстолья и соединим эти детали между собой. После чего закрепим их на столешнице с помощью уголков и саморезов. Собрав стол, я понял, что необходимо внести коррективы в коррективы. Ножки из десятой фанеры оказались очень жидкими. И на самом деле не хотелось бы, чтобы вот так вот стол танцевал во время приема пищи. Поэтому мы берем остаток листа фанеры, из которой вырезали нашу столешницу. Распустим его пополам и сделаем подстолье из этой фанеры. Кроме этого, стол станет полностью разборным. Мы избавимся от уголков и к основанию столешницы прикрутим вот такие направляющие, которые позволят ей фиксироваться на нашем подстолье. Стол наш будет полностью разборным. Детали подстолья свободно входят друг в друга, но при этом достаточно крепко стоят на земле. Сейчас мы открутим столешницу от старого подстолья и разметим места направляющих, которые позволят крепко устанавливать столешницу на наше подстолье. Благодаря более толстой фанере в подстолье наш стол не так танцует, как это было раньше. Да, естественно, у него есть небольшой люфт, но стоит он достаточно прочно и при желании можно даже станцевать на нем. Надеюсь, таких диких гостей у вас не будет дома. Сейчас мы переходим к декорированию. Субтитры сделал DimaTorzok Разборный стол готов. А что самое важное, он не разбирается, даже если поставить тяжелый графин с лимонадом на край стола. Поэтому мы готовы к фан-встрече. Если вам интересно, то напишите в комментариях. Ну, на самом деле, кроме шуток, этот проект вы легко можете повторить. Все инструменты, которые мы использовали, вы найдете в описании. На нашем канале стартовал проект Чердачная, в одной из серий которого вы узнаете, как сделать скамейку, которая отлично дополнит этот стол. Ну, а мы планируем сделать еще разборные стулья. Поэтому рекомендую подписаться на канал Denzel Tools и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать обновления. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч!